Всем привет, друзья! Вы часто спрашиваете, почему у меня вот гнутся вот так суставы. Смотрите, показываю. Вы обычно говорите, что это вообще стрёмно смотрится, особенно если там с весом. Да и без веса. Смотрите, как это выглядит. То есть, вот так. Это у обычного человека вот так гнутся суставы, да? То есть, они не выгибаются. Как у меня. У меня вот так они выгибаются. И сейчас я расскажу, почему это происходит. То есть, обычно должно, да? Вы отжимаетесь, доходите до этого момента и вниз. Всё. У обычных людей дальше они не идут. Но обычно, когда у меня устают руки просто, они выгибаются вот так уже, и я вешу вот в таком положении, что, естественно, не очень хорошо. Такая штука называется, когда суставы выгибаются, называется гипермобильностью суставов, либо просто гибкостью суставов. Почему это происходит? Это происходит с самого рождения, ребят. Это с самого рождения, то есть, это врождённая такая, можно сказать, ну, это не заболевание, это просто такая данность, да, человеку с самого рождения. И это невозможно получить каким-то таким вот путём по жизни, тренировками каким-то или что-то ещё. Это типа врождённая фигня, потому что, если у вас суставы мягкие, они будут выгибаться назад. У людей, у обычных, у них суставы, ну, нормальной твёрдости, да, там, средней твёрдости, наверное, и они не выгибаются далеко. А у людей, которые родились вот с такими мягкими суставами, у них руки выгибаются, ноги выгибаются. Обычно это происходит с балеринами там, не знаю, с танцорами какими-нибудь. У этих людей очень гибкие суставы, но они делают это посредством тренировок и так далее. Это тоже можно сделать, если тренироваться, но они сильно не будут выгибаться, как если у вас это всё рождённое, да, с рождения. То есть, получается, если вы родились с такими суставами, вам можно идти, там, не знаю, куда-то на гимнастику, где нужны там, да, всякие движения, которые могут закидываться там, руки, ноги за голову, за ногу и так далее. Вот. Смотрите, ещё такая тема. Если у вас у кого-то есть возможность сделать вот так, например, да, положить полностью палец вот так к руке, то это значит, что у вас тоже есть какая-то такая изюминка гипермобильности суставов, да. Если вы можете делать вот так, то у вас такая же тема. Можно проверять, например, если вы стоите прямо вот так, и вы можете очень легко докоснуться руками до пола, то это тоже показатель гипермобильности суставов, потому что многие люди даже не могут пальцами достать, да. Я могу, например, вот так прям положить руки. Причём я не тренируюсь вообще на растяжку и так далее, но у меня нету особой растяжки, потому что, как мы знаем, многие там атлеты, ой, гимнасты могут, например, сесть и спину прям положить себе на ноги, то есть согнуться в обратную сторону. И это очень жёстко, потому что это происходит и за счёт тренировок, а у многих это происходит за счёт того, что они родились с такой генетикой, и за счёт того, что они тренируются. Там вообще могут сгибаться люди по-всякому, и это довольно страшно выглядит. Я считаю, что вам нужно знать, что эктоморфы – это такой тип телосложения, который очень хорошо подходит для гимнастики, для танцев и так далее, потому что у эктоморфов хорошо гнутся кости. Это по природе такое. Всякие эквилибристы, очень хорошие, знаменитые эквилибристы, они обычно эктоморфы, потому что у них очень хороший сустав, ну как хорошие, они в смысле хорошие, что они гнутся. Но если вы спросите, хорошо ли это, то я отвечу не особо, потому что обычные суставы, да, у обычных людей, они разгибаются нормально, то есть, а у людей, которые с повышенной гипермобильностью суставов, то у них очень далеко разгибаются, и это, естественно, наносит вред определённым суставам, потому что они мягкие. И я слышал такую тему, что к старости гибкость, естественно, уменьшается суставов, но это приносит какие-то дискомфортные ощущения, то есть, могут болеть суставы к старости и так далее. Это довольно плохо. И ещё, ребят, если вы не знали, то у чернокожих людей, у них тоже довольно гибкие суставы, я не знаю, это природное такое свойство их суставов, у этих людей, и они тоже довольно хорошо гнутся. Не знаю, как насчёт всех чернокожих, но многие, естественно, хорошо гнутся. Ну что, а теперь напишите в комментариях, кто может сделать вот так. Если вы вот так делаете, то у вас довольно гибкие суставы, это хорошо, потому что многие люди вообще не могут даже вот так сделать, а многие просто даже без усилий. Ну я даже не чувствую, как я спокойно кладу вот палец. Также многие люди не могут поднять, ну вот, выше этого уровня, да, палец. Я могу его выгнуть примерно вот так, но, а многие люди выгибают даже ещё дальше, они могут примерно даже почти положить вот в обратную сторону, да, его, что выглядит довольно стрёмно. Вот, поэтому, если вы хорошо гнётесь, обязательно напишите об этом в комментариях, и мы посмотрим, сколько у нас хорошо гнущихся людей. А так, спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok